Обрушение в Красноярске А вот второго пострадавшего 27-летнего сварщика после тщательных обследований из больницы выписали. Молодого человека врачи будут консультировать уже дома. Однако рабочие говорят, что жертвами обрушения мог стать любой из 30 человек. Многим в бригаде просто повезло. Работодатель пострадавших компаний СИПМОСТ, которая и возводит путепровод, уверяет, ничего не предвещало беды. В ближайшее время, может быть часы, будет сформирована комиссия по расследованию. Я могу сказать, что это была 81-я балка, 80 были уложены ранее. Это прогремевшее на всю страну августовское ЧП на свободном унесло жизни двух человек. Заведующий лабораторией испытания строительных конструкций и материалов Александр Рожков за неделю до трагедии советовал администрации выбрать грунт до основания, а затем уже принимать решение. Но вместо этого бреши предпочли заасфальтировать. Ситуацию с путепроводом подобная халатность может привести к более серьезным последствиям. Причиной обрушения могут быть два фактора. Первое – это брак самой арматуры. То есть у нас уже такое в практике случалось. Некачественно выполненный арматурный стержень. В результате этого могло произойти обрушение. И также второе – это некачественно выполненные работы. Допустим, мы не заложили требуемое количество арматуры в нижний пояс. В любом случае, по словам специалиста, теперь необходимо проверить и провести испытания остальных балок. Ведь все они изготовлены одной фирмой. А пока работы на объекте приостановлены. Путепровод является частью плана по созданию первого транспортного кольца Красноярска. Это будет ключевая магистраль, по которой можно будет без объездов попасть справа берега на федеральную трассу. Стоимость работ составила около полутора миллиардов рублей. Планируется, что строительство завершится в следующем году. Сейчас на месте работают следователи. Они изымают техническую документацию, опрашивают очевидцев. Проверка продлится 30 дней. А сколько еще продлится строительство путепровода, сказать уже труднее. Горгий Оргян, Марат Мухаммедшин, 7 канал, Новости 24.